Сегодня действительно знаменательный день двухлетия с момента вхождения в состав Российской Федерации четырех регионов Донецкой, Луганских народных республик, Запорожской и Херсонских областей. Во многом благодаря нашей армии эти регионы были вытащены из рук нацистско-бандеровской власти. Но, конечно говоря, и благодаря жителям этих регионов необходимо ответить, что десятки тысяч жителей этих регионов, как добровольцы, пошли защищать свою родину. Поэтому, действительно, после Майданного переворота, очевидно, для многих стало ясно, что Киев сделает все, чтобы уничтожить жителей этих регионов. Но мы должны прекрасно понимать и нынешние события подсказывают, что у украинских нацистов были и более долгоиграющие планы. Не просто уничтожение жителей, не просто захват Донецких и Луганских народных республик. Ну и фактически, если исходить из истории и посмотреть на планы националистов в 1918 году, то они выстраивали планы и оккупации Краснодарского края, Российского Краснодарского края. И хотели Ростовскую область оттяпать, и Курскую, Белгородскую. Ну и недаром идут вот эти вот атаки. Кстати, они там в этих планах рисовали, что Юг Гомельской области и Брестской тоже будут под властью националистов киевского режима. Поэтому на самом деле, начиная специальную военную операцию, мы действительно уберегли не только эти регионы, но и сотни тысяч жителей от попыток того, чтобы Запад руками украинцев уже нес угрозу и территории Российской Федерации, и наших друзей из Республики Беларусь. Поэтому, конечно, очевидно, что Майданный переворот – это начало большой войны. И мы, проводя специальную военную операцию, конечно, сейчас защищаем не только Донбасс, но и нашу Родину. Это борьба за нашу национальную независимость. И, конечно, к сожалению, мы прекрасно понимаем, каждый хочет надеяться на мир, но в современном мире мир достигается только через силу, через победы. Это восстановление исторической справедливости, это соединение наших народов. И я думаю, что в рамках дальнейшей борьбы, сложной борьбы, в том числе с западным империализмом, мы эту борьбу обязательно выиграем, потому что ментально мы вместе. Ну и Лавров с высокой трибуны Генассамблеи ООН заявил, что воевать с ядерной державой, а уж тем более пытаться победить ядерную державу, абсолютно бессмысленно.